Добрый вечер, дорогие мои. Еду из магазина и есть два вопроса у вас, на которые я успею ответить, пока еду с нашей горки. Первый вопрос, взяли ли вы котика? Мы одного котика не взяли, потому что думали, что опять можем уехать в Абхазию. А сегодня я ездил в Нижний Ландик, снимали с дрона, и там 15 котят у одного дома гуляли. Говорят, там какой-то сердобольный человек живет, ему подкидывают этих котят. Он их кормит, как попало, а больше они сами живут. И вот я выбрал одного котика. Привез, так он нас избил в машине, всех поцарапал. Ну, я его привез, из сумки выпустил на втором этаже и не могу найти. Правда, там у нас достаточно много завала. Куда делся котик? Как он спрятался? Не могу найти. Расставили ему там несколько мисок еды. Вероятно, он должен выйти к ним. Но вот пока не знаю, взяли мы котика или нет. Второй вопрос задает одна из ангелов, посмотрев нашу передачу с Нижнего Новгорода. И сказала, что у нас тоже сделали праздник в городе. А вопрос такой, почему они делают эти праздники в Успенский пост? А ответ очень простой. Потому что они не церковь, а государство. Когда хотят, тогда и делают. И не обязаны они ориентироваться на всякие религиозные, как говорится, объединения на церкви и на всех остальных. Они делают то, что им нужно. Я скажу, что праздник, конечно, очень хороший получился. Я первый раз в жизни в России у нас увидел такой праздник. Хотя я был и на 800... сколько там лет Москвы было? Или 850 лет Москвы? Но грандиознее и красивее я, конечно, не видел. И это их право делать тогда, когда хотят. Мы православные. Мы подстраиваемся под то, что нам предлагает жизнь. А не жизнь должна под нас подстраиваться. И ты тут хочешь постись, хочешь не постись, хочешь молись, хочешь не молись, хочешь ходи на этот праздник, хочешь не ходи. Это твое полное право. Больше того, мы даже и не имеем права осуждать их за это. Поскольку в том же первые коринфянам апостол говорит, что ядущее мясо не осуждает не ядущего мяса. Ну и по всем вопросам именно так. Поэтому хотят, делают. Это их право. А мы хотим праздновить. Это наше право. Я лично попраздновал. Правда, в этот день вина не выпил. Мясо не поел. Просто порадовался за людей. Я воспринимаю это как такую красоту, как природную. Чему я не должен радоваться? Природной красоте каждый день, если она есть. А здесь люди сделали. Порадовали всех. Так что не надо быть слишком уж строгими тем, кто хочет жить в радости без наших с вами упреков и без наших с вами наставлений. А если сместить все, что хочет государство на все наши непостные дни, то я извиняюсь, у нас ведь 256 дней постных в году. Непостных-то их совсем немного. Вы же не забывайте, что среда, пятница – это такой же пост, как и все остальные дни. Так что не будет у государства жизни никакой, если оно будет жить по постному. Вы скажете, что раньше такого не было? Да, не было. Государство пыталось вот таким путем регулировать жизнь. И держали пост всем государством. Та же семья Николая II постилась. Правда, они говели. Это говение общие называлось. Кстати, говели один раз в год. Великий пост. Остальные, в общем-то, и не считали, что они особенно нужны простым людям. А вот в говении, да, кушали горох, ну, в общем, постную еду, даже царская семья. Но к чему это все привело? Вы помните, что вот это такое насильное говение? А говели в школах, в военных учреждениях, в государственных учреждениях. Все должны были кто государственный говеть. И к чему это привело? Поэтому здесь, я думаю, что не стоит никого упрекать, а самим просто осознать. Есть праздник, но попразднуй. Не хочешь праздновать, не празднуй. Но я вас уверяю, праздновать надо каждый день. Каждый день мы обязаны радоваться и веселиться, и находить место в сердце для праздника. А уж какой повод, какую вы картинку выберете для этого, это уже ваше дело. Так что здоровья всем, радости и веселья заповедал нам Господь. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok